Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Кировская область рискует и вовсе остаться без депутатов, а виной тому странная уголовная эпидемия, которая преследует сию братью. Как пишет газета Бизнес Новости, накануне утром на улице сотрудниками полиции был задержан директор Крика, депутат областного законодательного собрания Сергей Рылов. Подозревают его в совершении преступления по статье «Коммерческий подкуп». Полиции задокументирована схема предоставления гражданам выселяемых из жилых помещений, подлежащих сносу, квартир в большей площади. Вообще, думается, вместе с мандатом давно пора было бы выдавать народным избранникам какую-нибудь форменную повестку в суд. Инфопресс В аппарате губернатора поначалу сомневались, нужен ли Никите Юрьевичу на выборах политтехнолог. Однако, видимо, решив, что просто на перечисление достижений и признание ошибок далеко не уедешь, взялись подстраховаться. Как пишет газета «Коммерсант» в Рио губернатора Кировской области Никита Белых, предложил пост первого вице-губернатора Роману Антонову, помощнику по предопрезидентам ПФО Михаила Бабича. Курировать Роман Валерьевич будет так называемый политический блок правительства Никиты Белых. А опыт у Антонова серьезный. Будучи депутатом Госдумы от «Единой России», он курировал предвыборные кампании в Орле и Иркутске в 2010 году. Тогда же он возглавил созданный по инициативе главы президиума агентсовета партии Вячеслава Володина креативный совет по сопровождению избирательных кампаний «Единой России». Кроме всего прочего, до того, как новый вице-губернатор стал помогать полпреду ПФО, он уже успел побывать главным федеральным инспектором по Пермскому краю. А там, как известно, настоящая кузница кадров для Кировской области. У чиновников работа тяжелая, посему требует серьезной отдачи как от них, так и им. В очередном заседании Кировской городской думы накануне самое бурное обсуждение вызвало вопрос о внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих. Как пишет газета «Репортер», депутатам предлагалось привести муниципальный правовой акт в соответствии с областным постановлением и изменить процент ежемесячного денежного поощрения, которое может быть начислено муниципальному служащему, со 100% до 160%. При этом, как заметил глава городадминистрации Дмитрий Дранов, увеличение премиальных процентов не приведет к дополнительным расходам бюджета, а значит увеличение зарплаты будет происходить путем сокращения расходов на иные цели, парировал слова сети-менеджера депутатов Владимир Журавлев. Но что это за иные цели, интересно, судя по всему, никому не оказалось. И депутаты проголосовали, как любят, за. Зампреда правительства Кировской области Дмитрия Матеева попросили в Твиттере прокомментировать слова уполномоченного по защите прав человека региона Владимира Климова о том, что в Кирове в медицину вкладываются большие деньги, количество жалоб от жителей растет. По словам же Дмитрия Александровича, все жалобы субъективны, не все обоснованы, да и вообще это не единственный критерий оценки здравоохранения. На резонный вопрос, а как же тогда простой кировчанин может оценить реформу здравоохранения, Матвеев заметил, что это достаточно тяжело. То есть можно сделать вывод, что никак. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым.